Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Ханде Эрчил в последние годы значительно выросла как одна из самых популярных молодых актрис Турции. Благодаря своей красоте, таланту и искреннему отношению она завоевала большое количество поклонников как на экране, так и в социальных сетях. Однако в последнее время о жизни Эрчила появился ряд спекуляций и слухов. В частности, большое давление на него оказывали сообщения СМИ о его личной жизни и карьере. Ханде, долгое время хранившее молчание, наконец решила раскрыть все факты на пресс-конференции. В то утро Ханде Эрчил готовилась предстать перед прессой в конференц-зале стильного отеля в Стамбуле. Он всегда выделялся своим элегантным, но простым стилем. Услышав новость о том, что состоится пресс-конференция, туда съехались представители СМИ со всей страны. Все взгляды были прикованы к Ханде. Все задавались вопросом, были ли недавние обвинения в его адрес необоснованными. За кулисами ходили слухи, что Эрчил сделает важное заявление. Ханде глубоко вздохнула, поднявшись на подиум. Один за другим погасли фонарики представителей прессы. В зале было тихо, все ждали, что он заговорит. Он начал говорить сильным голосом. Причина, по которой я сегодня здесь, это фейковые новости, которые были опубликованы обо мне в последнее время. Я хочу, чтобы все знали, что большинство из них полностью сфабрикованы и необоснованы. Я молчал до сегодняшнего дня, потому что не хотел обсуждать свою личную жизнь. В СМИ, однако, на данный момент все вышло из-под контроля. Слова Ханде произвели эффект разорвавшейся бомбы. До того дня большая часть сплетен в прессе касалась ее личной жизни. Ее роман с Керемом Берсином на некоторое время еще больше увеличил популярность дуэта. Однако, даже когда их отношения закончились, поклонники не смогли смириться с этим расставанием и постоянно ходили слухи о примирении. Кроме того, было много спекуляций о деловой жизни и проектах Ханде, а также утверждалось, что у нее были разногласия с различными продюсерами. Ханде был полон решимости раскрыть настоящую правду, лежащую в основе всех этих слухов. Прежде всего, хочу отметить, что все негативные новости о моей деловой жизни не соответствуют действительности. У меня никогда не было никаких личных проблем ни с одним продюсером. Я стараюсь быть осторожным при выборе проектов, но это не значит, что за этим стоит драма. Чтобы добиться успеха в этой отрасли, нужно быть сильным, а я просто сосредотачиваюсь на своей работе. Кроме того, большая часть новостей о моих отношениях совершенно не соответствует действительности. Особенно тот факт, что ее роман с Керемом Берсином постоянно поднимался в прессе, был одним из вопросов, больше всего беспокоивших Ханде. Об этих отношениях постоянно ходили слухи в прессе и социальных сетях, и даже утверждалось, что они снова сошлись после расставания. Однако то, что Ханде сказал по этому поводу, было очень ясно. Я никогда не отрицаю своих отношений с Керемом. Те времена были замечательные, и наше уважение друг к другу всегда сохранялось. Однако каждое отношение имеет свою динамику. Мы расстались и приняли это с уважением. Однако постоянные новости о том, что мы помирились и снова вместе, совершенно не обоснованы. При этом давление, оказываемое на нас прессой, нанесло большой ущерб нашей личной жизни. Мы очень хорошие друзья с Керемом, и эта дружба не должна быть испорчена ложными новостями, которые вмешиваются в нашу личную жизнь. Это заявление, похоже, расстроило некоторых фанатов. Однако Ханде предпочел быть честным. Раскрытие правды было единственным способом избавиться от этих слухов, которые долгое время были для него временем. Не только личная жизнь Ханде, но и ее карьера постоянно были предметом сплетен. Некоторые СМИ утверждали, что он не хочет принимать участие в новых проектах и подумывает на время уйти из актерской деятельности. Ходили даже слухи, что у него возникли трудности в индустрии из-за разногласий с некоторыми продюсерами. Ханде также разъяснил эти обвинения. «Я очень люблю эту профессию, и актерство – моя страсть. Да, иногда мы переживаем трудные времена. Однако я никогда не думал о том, чтобы бросить актерскую деятельность. Я делаю свой выбор тщательно, чтобы принимать участие только в правильных проектах. Я особенно предпочитаю истории, в которых женские персонажи сильны и независимы. Потому что наши зрители заслуживают глубоких и содержательных историй. У меня никогда не было никаких личных проблем не с одним продюсером. Я уважаю свою работу и поддерживаю профессиональные отношения со всеми, кто участвует в моих проектах». В этом заявлении категорически опровергались утверждения о том, что Ханде не хочет участвовать в индустрии или что она возьмет перерыв в своей карьере. Для него актерство было не карьерой, а образом жизни. Ханде, которая активно пользуется социальными сетями, заявила, что за всем, чем она здесь делится, внимательно следят и часто неправильно интерпретируют. Каждый его пост, особенно о личной жизни, превращался поклонниками и прессой в сплетни. Ханде также высказалась по этому поводу. «Социальные сети для меня один из лучших способов общения с близкими. Однако я устал от того, что все, чем я здесь делюсь, превращаются в сплетни. Иногда даже фотография, сделанная во время отдыха с друзьями, становится большим событием. Меня беспокоит эта ситуация. Мне не нужно никому отвечать в личной жизни, и с этого момента я буду еще осторожнее относиться к своим публикациям в социальных сетях». В конце пресс-конференции Ханде Эрчел также коснулась своих будущих проектов. Обрадовав своих поклонников, он объявил о новых проектах, над которыми работает. «В ближайшее время я вернусь с очень интересными проектами. Сейчас я работаю над серией и очень скоро поделюсь с вами подробностями. Кроме того, на повестке дня кинопроекты. Я продолжаю свою карьеру с большим волнением и хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживает». Эти заявления показали, что негативные новости в прессе совершенно необоснованы и что Ханде делает уверенные шаги вперед в своей карьере. Ханде Эрчел положила конец спекуляциям в своей жизни. Теперь он смотрел вперед и открывал новую страницу как в своей профессиональной, так и в личной жизни. Эта пресс-конференция вошла в историю как момент, когда Ханде Эрчел смело положила конец всем слухам и положила начало новой эре для своих будущих проектов. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok